Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алина. Сегодня я снимаю видеообзор на два средства тайской аптеки, которые представлены на сайте Лучшая из Таиланда. Сейчас я нахожусь на шестом месяце беременности. В связи с этим я не могу себе позволить пользоваться какими-то традиционными для России средствами лечебными. Но я очень рада, что я несколько лет назад познакомилась с тайской косметикой. И большинство средств разрешены для использования беременным, поэтому я расскажу о них. Итак, одна из проблем, с которой я столкнулась при беременности, это так называемый ренит беременных. Он встречается часто при беременности. Это что такое, расскажу. Ренит беременных – это отек слизистых, в основном носа, то есть на ровном месте перестает дышать нос. Никаких симптомов простуды нет, просто заложенность носа без слизи и прочих неприятностей. В лежачем положении это состояние усугубляется, то есть дышать совершенно невозможно, приходится дышать ртом. Это, конечно же, очень неприятно, трудно засыпать, я начинаю сопеть. В общем, ничего приятного в этом нет. Поэтому для меня большим спасением стал сухой ингалятор. Вот такой зелененький ингалятор. Заказала я его уже давно, ему больше года. Заказала я его потому, что раньше часто страдала сезонной аллергией, то есть нос тоже закрывался и не дышал совершенно. То есть приходилось прибегать к каким-то средствам. Сосудосужающие капли, которыми обычно нас пичкают наши врачи в России, они мне не подходят, после них всё становится только хуже. Ну и, собственно, ничего полезного в них тоже нет. Они вызывают привыкание и прочее. Этот ингалятор сухой, то есть он не на масле, он не жидкий. Он выглядит внутри вот так. То есть там маленький мешочек марлевый, в нём собран букет очень пахучих трав и корешков, пробивает нос моментально. Также он пропитан эфирными маслами, то есть поэтому его нужно держать, когда вы его не используете в закрытом виде, потому что эфирные масла, конечно, они стойкие, но имеют свойство улетучиваться. Поэтому, чтобы вам его на дольше хватило, всё-таки советую закрывать его после использования. Итак, я пользуюсь им в основном ночью, потому что днём всё-таки нос может иногда дышать, а вот ночью в лежачем состоянии, положении, нос закрывается абсолютно, поэтому я держу его всегда около кровати. Перед сном я открываю, подышу немножечко, о, глаза, глаза щипят. Подышу, нос открывается, я закрываю, спокойно засыпаю. Также я хотела отметить, что вот эти эфирные масла, немножечко мятные, эвкалиптовые на мой вкус, они имеют успокаивающее средство, и после них лучше засыпается, на мой взгляд. Замечательное средство, советую. По сравнению с жидкими тайскими ингаляторами, мне нравится то, что, во-первых, очень лёгкий, его можно везде носить с собой, он никогда не прольётся. То есть, вы, наверное, уже знаете, кто-то встречался среди покупателей жидких ингаляторов, что они могут прийти немножечко подтёкшие. Это неприятно, это пачкает сумки и так далее. Этот ингалятор, он герметично закрывается, ничего не вытекает, и он замечательный, на мой взгляд. Далее я бы хотела рассказать об ещё одном интересном средстве, с которым я познакомилась недавно, где-то месяца три, может быть, больше, может быть, меньше назад. Я часто... Вообще, раньше я очень сильно, часто болела танзелитом, это воспаление гланд. После операции, конечно, всё стало хорошо, я перестала болеть ангиной, но всё равно какие-то инфекционные заболевания, они оседают на горле и опускаются вниз на связке. То есть, кашель и пропадает голос. Обычные постилки, таблетки, прочие полоскания какие-то, которые есть в аптеках наших, они мне практически никакого эффекта не давали. Всё равно приходилось, так сказать, переболеть, прежде чем ощутить облегчение. Сейчас же я заказала, и уже несколько месяцев пользуюсь, вот такими тайскими постилками. У меня тайский послён. То есть, их там целая линейка, они разные. Я почему-то решила заказать вот эти красные ягодки. Мне стало интересно. Тут много капсул, они такие сухие, кругленькие комочки. Сейчас попробую вам показать. Вот такие малыши, тёмно-коричневого цвета, на запах, как какие-то ягодки экзотические. Я рассасываю по одной-две штуки. Чаще всего приступы кашля у меня случаются вечером, перед сном. Поэтому я беру на язык парочку вот этих капсул, рассасываю. Рассасываются они очень долго, потому что они не из какого-то однородного материала, так скажем, сделаны. А это как бы измельчённые сами ягодки послёны, но спрессованные уже в таблеточки. Поэтому даже какие-то семена попадаются под конец рассасывания. То есть, это натуральный продукт, сделанный из настоящих ягодок послёна. Эффект. Эффект, он практически моментальный. То есть, когда начинаешь рассасывать эти пилюльки, максимально быстро наступает спокойствие в горле. То есть, если был приступ кашля или очень сильно чесалось горло, болело горло, эти симптомы быстро пропадают и становятся приятнее дышать, легче глотать. А когда заканчивается, рассасывается таблеточка, не остаётся никаких неприятных ощущений вообще. То есть, проходит горло абсолютно. Не было ещё такого за эти несколько месяцев применения этих пилюль, чтобы я заболела. Именно вот, чтобы горло начало воспаляться, уходить глубже до связок. То есть, связки у меня не воспалялись уже несколько месяцев благодаря только этим таблеткам. Плюс ко всему, эти таблетки можно применять при беременности, что очень важно в моём случае, потому что никакие лекарственные средства я себе позволить не могу. Такое замечательное средство. Что ж, на этом сегодня всё. Думала, обзоры ещё будут, потому что я пользуюсь косметикой уже много месяцев. Какой там месяцев? Уже несколько лет. Я постоянный клиент сайта «Лучше из Таиланда». Присоединяйтесь к нам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»